салют вы получаете соответственно . когда у вас хотя бы один шенген есть то можно салют всем привет ребята сегодня я ваша федерация так выглядит офис виза у центра колл-центр ребята сидят заняли 4 кабинки занимаются обзвоном сейчас алексей освободиться мы с ним пообщаемся зову его в теннис поиграть здесь у нас теннисный стол посмотрим что сейчас погоды прямой эфир вот и я всем привет ребят раз пообщаемся с алексеем вернулся илья можно вас на секундочку я хочу вам несколько вопросов задать которые спрашивают наши подписчики сегодня давайте сейчас мы находимся на башне федерации 18 этаж наш колл-центр такая вот красота вокруг теннисный стол впереди там шуршат люди которые сейчас обедать будет все специально для работа здесь это сделано это место по типу манхэттен то есть не манхэттен чаще всего специализируется именно таких помещений вот илья хотим задать вам от лица подписчиков некоторые вопросы удобно да классно вы насколько в москве не знаю ребят я живу в самолете это сюда сейчас в мексике был вот алексей вернулся из мексики ждем сейчас он закончит общаться кстати по поводу мексики очень многие интересуются как там работает ли эта программа что там происходит какие-то свежие новости да как я говорил сейчас есть направление убежища которые позволяют из очереди без взяток пройти через контрольный пропускной пункт причем это можно сделать там штате калифорния без ожидания это работает направлении причем вот это направление кейс на убежище не нужен на там другие до условия сотрудничества там там другие требования к заявителю но ничего такого нет ну кейс это да но кейс это чаще всего воспринимается как какая-то история да да то есть в это под это направление история не нужна но необходимо провести ряд мероприятий делается это ну потому что даже федеральном округе эпизоды нужны в любом случае вы летите в краснодар вас там встречают и помогают собрать необходимые необходимо минимум чтобы поехать в мексику что касается визовых программ сейчас в москве также происходит через год можно записаться на туристическую визу то есть начали сбота может быть это у нас получается что мы можем ну и от лица подписчиков нас много и поэтому то есть компания я иммигрант до который находится сейчас пол центре ребята могут помочь записаться в москву и получить визу в москве да вот сейчас ребят самый главный наш вышел человек который приехал из мексики сайнауры который у нас сегодня за три часа набрала 5000 просмотров это круто алексей алексей саживайтесь на этот к тебе массовые вопросы я даже сам могу тебя про илья садись я вас двоих буду задавать вопрос алексей самый популярный вопрос который сейчас поступает анюк жив ли ты не как-то в мексике с безопасности мексики очень здорово мексиканцы мега позитивные мега радостные очень бесстеприимные люди вот у айнуры сейчас тоже все в порядке она уже находится в нью-йорке я недавно с ней общался а еще такой очень популярный вопрос многие клиенты да многие наши подписчики и вообще всегда хотят пообщаться с теми кто снимается на видео то есть ну а почему мы не распространяем телефоны и стараемся не взаимодействовать таким образом у нее войну и сейчас сейчас отвлекать от процесса потому что решается ее судьба это очень важный момент для вас наши подписчики это тоже не войдите в положение когда вы будете работать по этой программе представьте что вам будут все звонить и отвлекать вас от процесса то есть это очень важный момент поэтому сейчас весь акцент весь акцент нужно пустить именно на подготовку а звонки это уже потом то есть когда она легализуется я думаю уже можно в процессе будет организовать спасибо большое за ответ и так как алексей илья оказались вдруг в одном месте в одном в одно время хочу все-таки уточнить вопрос илья сейчас активно взаимодействие с программой по сопровождению существует ли эта программа сейчас и собираешь ли ты команду для того чтобы поехать с ними в мексику можно поближе хотела чтобы вы вдвоем ну давай так да ребят я собираю вот так я собираю группы для сопровождения у нас есть несколько вариантов первый вариант вы бонусом получаете российское гражданство за один месяц и едете уже в мексику с российским паспортом с российским гражданством это настоящий паспорт это не фальшивка это делается по упрощенной схеме получения российского гражданства то есть это возможный первый вариант второй вариант вы едете с нашими юристами либо это будет юрист из евросоюза у нас есть на нашем инстаграм нашем ютуб канале это алис михалевич который занимается интерполом и офис у него находится в литве в юнисе также в праге в чехии а вот либо со мной то есть собирается группа мы выезжаем из москвы прорабатываем маршрут и ну и въезжаем я например были случаи когда я просто ездил из конкур во франкфурт на майну забирал группу людей это было после выборов в Кыргызстане забирал их со франкфурта на майне и ввез их возил их в мексику причем европейцы когда видят ну внешность не славянскую они придираются Алексей придирались к вам? да да даже ко мне придирается то есть Алексей не славянская внешность может быть я с молодой но вопросы были да то есть вопросы были к этим вопросам нужно быть готовым нужно отстаивать свои права что мы обычно их делаем вот даже был случай когда во франкфурт на майне женщина из германии немка она говорит я их не пущу на рейс ну как так не пущу на рейс мы пошли к руководителю начальник службы безопасности авиакомпании Луганза я пообщался две минуты и пустили ну согласись да когда есть юридическое сопровождение когда есть люди которые знают свои права вопросов не возникает еще вопрос такой многие хотят пообщаться Илья лично с тобой я думаю это можно сделать через Алексея ну вот либо сейчас вот задавайте вопросы мы в онлайне Алексей скажи люди спрашивают в инстаграм почему Айнура нет на пирамидах почему ее нельзя нет на пирамиды а она где-то потерялась я да нет Айнура не потерялась она очень хотела поехать на пирамиды вот но у нее там заболел ребенок и она себя не очень хорошо чувствовала вот поэтому не получилось а к днём боже уже ехать не было возможности поэтому я поехал мы видели видео где из зоопарка мы снимали там зоопарк удалось или утки и попугаев а где остальные животные в Мексике самые известные там были жирафы но как ни странно почему-то остальные продавали еду там я хочу задать вопрос непосредственно к Алексею я думаю Илья тоже поможет Алексею ответить на этот вопрос сейчас достаточно многие ждут грин карту это сейчас самая актуальная тема и естественно самый актуальный вопрос будет повлияет ли отказ в грин карте повлияет ли то что я играл в грин карту на какие-либо программы ну хотя бы на получение обычной технической визы либо на иммиграцию через Мексику как вот влияет грин карта вот сейчас самый актуальный вопрос ну многие да спрашивают ну никак не влияет то есть это ваше право вы играете лотерея в которой вы имеете право принять участие и выиграете или вы грин карту не выиграете ну никак не зависит на вашей визе да если вы будете подаваться на визу там B1 B2 или BF1 тем более это никак не влияет на ваши иммиграционные выиграете или не выиграете сколько раз вы участвуете там первый год играете или уже лет десять играете это никак не влияет наша статистика говорит что люди получают визы в любом случае да кстати по поводу статистики очень многие семьи боятся ехать через Мексику независимо от того что это гарантированный проезд независимо от того что они сразу легализуются в Мексике и в Америке да то есть ну сам факт да ну именно подсознательного страха что бы ты мог посоветовать таким семьям чтобы они могли въехать в США и начать свою жизнь с нуля для своих детей и построить их будущее ну могу сказать что очень много ложной информации в интернете то есть рекомендую смотреть всегда доверять проверенным каналам для этого мы сделали сняли серию роликов с Айнурой чтобы показать вам что все проходит максимально безопасно и комфортно вот Мексика замечательная страна никаких там головорезов как многие думают или там картелей нет наш путь он максимально безопасен все проходит а есть более какие-то бюджетные варианты для семей которые не могут сразу позволить легализоваться в Соединенных Штатах через Мексику ну бюджетные варианты но я думаю это визу попробовать получить визу и уехать по визе там легализоваться то есть как бы вот это два самых самых распространенных варианта остальные они уже либо более затратные либо более со своим нюансом ну кстати да по поводу легализации Соединенных Штатов насколько я знаю или я недавно показывал видео по поводу американской компании по поводу легализации американской компании что ты можешь сказать что люди въехали допустим по визе им нужно помочь в работе в легализации и так далее да там есть вариант поменять статус ну да поменять статус да делается через 90 дней год назад можно было сделать до 60 дней сейчас это делается 90 дней можно подать на убежище а если вы хотите работать но это Америка можно работать нелегально можно оформить свою компанию это будет стоить до тысячи долларов наносить компанию и оказывать услуги как компания компании это тоже возможно и тоже практикуется в Америке у меня вопрос Алексей Алексей где вы подавали какая это была конец кстати по поводу сейчас сейчас я ну я поняла по поводу когда люди друг другу рассказывают кстати вот сейчас почему я хочу это сказать да перед тем как Алексей ответит на вопрос Ильи когда люди когда-то где-то проходили да и имели свой опыт это абсолютно не факт да что остальным этот опыт будет полезен либо он им потом в дальнейшем пригодится потому что Алексей сейчас ответит на вопрос как проходила Айнура да ты же это спросил через какой штат айнура проходила у нас как бы по связям да насколько я знаю вот я поэтому да если вы приедете сами то вы будете ждать сколько альцентр на время чтобы просто но если просто то жду по несколько месяцев я про это и говорю 3-4 месяца вот вот а с нашим сопровождением Айнура ждала максимум полторы недели чуть больше недели она ждала после этого но опять-таки поправка у нее ребенок то есть одиночки ждут чего не лучше а те кто с ребенком тем более если это мать-одиночка а если у вас несколько детей то соответственно то сроки ожидания уменьшаются и опять-таки был вариант чтобы Айнура заходила сразу в тот же день просто нужно было лететь в другую локацию но она и ребенок приносили перелеты поэтому они согласились чуть-чуть подождать но так есть вариант вообще захода прям практически сразу вот какой-то вариант мы я думаю сейчас не стоит распространять чтобы не было массовых туда поездок у нас уже есть опыт когда вы рассказали про японскую визу да и полетели целый чартер да не сначала японская виза была бесплатна потом она стоимость возросла на 200 долларов а сейчас на 2500 долларов ее до сих пор продают да по которой уже не виз по которой никто не въезжает но тем не менее еще слухи идут а по японской визе пускают и ее кстати Илья спасибо что задел эту тему да японская виза но мы сейчас не будем о визе говорить я бы хотела спросить Алексея насколько на твоем опыте сколько ну как ты много общался с людьми опыт ну как всегда да у кого-то кто-то прошел да и тот кого-то кому-то советуют да либо советуют идти самостоятельно чем чреваты вот такие вот самостоятельные поездки на основании чего-то чужого опыта ну чреваты как бы потери ваших авиабилетов и возвратом обратно на родину то есть сейчас в основном звонят клиенты с 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 самостоятельно также полетели в Мексику взяли дорогущие билеты просто которые там стоили по 7-8 тысяч долларов на семью и возвращали обратно поэтому если у вас есть лишние эти деньги без проблем можете идти самостоятельно еще вот вопрос связанные с компаниями однодневками я их так называю которые свели как грибы после дождя когда мы начали снимать видео о Мексике в чем важность легального и официального въезда в Мексику в чем важность официальной и профессиональной компании в вопросах легализации и миграции в США и границу в чем важность ну тут по-моему комментарий слышно важно ехать конечно же ехать с авторитетной компанией которая себя зарекомендовала которая существует давно и помогла многим людям попасть в США чем с компанией которая просто не знаю там появилась из ниоткуда и скорее всего куда же она да вот Илья какой комментарий бы ты на это что-то ставил я хочу сказать ребят по поводу гарантии вопрос часто возникает вдруг если что-то не пошло или мы передумали но работы еще не сделаны то есть допустим заключили договор ничего вообще мы не делали или допустим договор еще не подписан но какая-то сумма внесена вот у нас был недавно случай это огромная группа из Китая которые также пришли принесли предоплату и договор не заключали у нас их деньги были больше недели потом они сказали что оказывается они уже были в Мексике у них был депорт из Мексики оказывается этот китаец он даже и в США уже побывал с депортом мы просто за него не взялись и договорились что мы вернем деньги они приезжали в Амуты возвращаться Татьяну то есть они приехали сюда и мы им вернули полностью сумму а что касается вообще возвратов денег вот сейчас у нас был пять месяцев тянулся конфликт связанный с Вадимом Грушевичем это наш клиент да мы там наши переводчики немножко оттянули время мы были не правы мы долго ждали от Вадима претензию наконец-то мы ее получили мы ему уже переправили половину суммы оговоренной суммы это был американский счет и сейчас сегодня утром мы с ним связывались в Калифорнии сейчас ночь мы возвращаем ему еще часть через Western Union и Вадим обещал в течение 24 часов сделать опровержающий ролик что претензий к нашей компании не имеет и так далее то есть если там люди привыкли допустим в Кыргызстане или в Узбекистане если они заплатили деньги взяли в кулачок и побежали у нас такого нет у нас не принято так если мы что-то не сделали или сделали это как-то некачественно мы всегда готовы заплатить средства просто нужно написать претензию потому что все деньги проходят через расчет на счет компании нам просто это можно показать бухгалтеру налоговой службы Москвы где мы стоим на налоговом учете вот и все то есть с Вадимом было недопонимание был небольшой конфликт в интернете хотя требовалось просто написать претензию он потом это сделал я ему подсказал как это сделается и так далее и так далее и в общем-то конфликт улажен и сейчас ну то есть это возможно всегда сделать то есть если мы в чем-то не правы если там кто-то вернулся по нашей вине допустим или мы затянули сроки как это получилось с Вадимом наши переводчики просто ну сделали некачественный перевод там одной страницы и сроки то есть были нарушены сроки мы все вернули то есть ту сумму которую мы говорили за переводы и так далее все вернули и чем заключается какой вывод из того что ты сейчас говорила вывод что мы легальная компания что у нас нет такого что если там как в других компаниях они там получили деньги рассыпали по карманам и все мы не отдадим ни при каких условиях мы можем вернуть деньги если мы не правы то есть как любая цивилизованная компания если что-то сделали не так это как в магазине да то есть ты купил товар что ты принес его домой он тебе не понравился ты можешь его вернуть здесь чуть-чуть по-другому здесь если допустим мы начали работу то надо смотреть договор да если мы не начали работу то есть допустим заплатили сегодня через час вы передумали вы приходите к нам мы вам все возвращаем вот или например вы показываете что ребята вот здесь допустим ошибки такие-то 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 сроки нарушены у нас есть условия договора там права обязанности по договору клиента и исполнителя вот вы нарушили это и это и это обычно листок бумаги в обычной форме вы пишете мы рассматриваем это в течение 7 дней если да действительно нарушено мы эти деньги мы все равно заберемся наших переводчиков потому что вся та работа которая делается это масса компаний вокруг нас если они сделали что-то некачественное я просто сделаю звонок и скажу ребят Марин здесь ошибка по вашей вине будь добра верни пожалуйста деньги мы вернем клиенту все это нормально все это работает то есть если бы этого не было у нас youtube канал уже больше нет то есть смысл мой вопрос заключался в том что сейчас очень много компаний которые называются какими-то обычными именами там Артем Армен Гриша и прочее в чем важность того чтобы был договор чтобы был тыл чтобы было на кого положиться вот собственно Илья и объяснил договор это работающий документ договор всегда можно пойти в суд всегда можно пойти в правоохранительство но обычно я рекомендую сходить в суд есть комитет по защите прав потребителей если у вас есть договор но еще очень важно да что если американские власти как-то увидят заподозрить что какие-то были действия они сделаны нелегальные да в отношении въезда и прочее да то это может депортом и уголовной ответственностью правильно именно для этого чтобы у американцев не было вопросов связано с тем что некоторые услуги оказывает российская компания сегодня отношения между Америкой и Россией не очень позитивные ключи у нас есть и американская компания конкретно мы также часть работ делаем от американской компании заключаем от американской компании у нас открыт счет мы оплачиваем налоги это самое главное в Америке если ты начал платить налоги ты уже находишься под защитой кстати в завершение думаю да можно сказать что у нас сегодня же вебинар в 18.00 по московскому времени вебинар все кто может и кто не может хорошо участвовать задавайте вопросы да в вебинар будет вопрос ответ да у нас будет общий вебинар все ваши вопросы будут максимально разумные выбывайте франшизу у нас у нас сейчас уже сложилось больше 80 программ по франшизе это около 65 направлений Евросоюза и убежащие рабочие визы по 6 странам мы дополняем дополняем каждый раз у нас сейчас формированием пакета занимается Настя потом будет копирать у нас каждый наш франчайзе получит в PDF книжечку где расписаны все программы со всеми образцами документов так Илья это все очень здорово люди покупают франшизы для того чтобы зарабатывать деньги а не чтобы получить книжку PDF правильно будет полностью расписано каждый шаг человек откроет учебный материал и будет расписано все согласись практика лучше чем книжка PDF теория плюс практика конечно практика будет тем более практика у нас есть можно показать рассказать даже на себе то есть Илья ты рекламируешь сейчас компанию с нуля полностью под ключ с практикой с теорией с двухмесячным обучением с пластилин это демо-наборы тренировочные упражнения очень много всяких инструкций которые разбирать детально ну я думаю это отдельная тема демонстрировать это в демо-наборе целые пластилиновые поля я думаю это отдельная тема потому что сейчас кто-то зашел на наш прямой эфир и ты такой пластилиновые поля вот что это такое да поэтому я думаю мы с тобой отдельно проведем прямой эфир конкретно по франшизе и бизнес с нуля Алексей еще пару вопросов тебя помучаю чуть-чуть для наших подписчиков расскажи свои впечатления о пирамиде Тетилакан и как ты там пил чай это самое популярное видео мне кажется на нашем инстаграме пирамиды это очень очень интересное место очень сакральное очень мощное ну я думаю если для религиозных людей то как бы улыбляется изучение религии там своей или чужих религий поймет о чем я говорю потому что это действительно место очень сакральное там очень такой очень мощный религий то есть там вот именно кто входит на разные места паломничества я думаю обязан там посетить где у тебя окан это своего рода меня такой меккой стал своей мы возили туда Карена мы ездили туда с Вадимом тоже туда ездили Вадим на самую вершину пирамиду мы вместе делали обращение это очень мощное место и кто поедет в Мексику просто не не пожалейте времени слетайте в Мехико и съездите на тех диаграммах опять же почему я спросил этот вопрос потому что только у нас есть классный гид мексиканец Карлос Гомес который может это организовать без последствий по безопасности и без последствий прохода на границу и другие немаловажные причины для того чтобы взять Карлос да Карлос классный парень он поможет он учит русский язык он уже знает уже больше чем бабушка Путин и медведь Путин медведь да то есть он уже полноценный гражданин практически Российской Федерации осталось только паспорт получить с ним есть о чем поболтать поэтому обращайтесь спасибо спасибо ребят огромное за ваше время мы будем прощаться я сейчас пройдусь по нашему офису покажу Татьяну она сейчас в работе в процессе она такое вот у нас замечательное место я собрался играть в теннис с Алексеем делаем ставки кто победит да 1-0 в пользу Алексея 1-1 все ребят подписывайтесь на наш инстаграм рекомендуйте нас своим друзьям всем пока нам передавайте все вот в с с со в